И вот портреты галорины, и самое, что я хотел увидеть, атомное ледо, его знаменитейшая гала с лебедем. Вот она какая, небольшая картина, и это вот её оригинал. Сбылась мечта увидеть оригинал атомной леды. И вот ещё портрет галорины. Сзади он её, конечно, обожал. И вот знаменитый портрет галорины. 1945 года, картина. Как он её только не рисовал. Какой же он мастер. Портрет галорины, смеющийся. Ой, вот его тоже, знаменитая картина. Спектр сексапильности. Спектр сексапильности. А вот тут картина в стиле Пикассо, однозначно. Это его селф-портрет, который раскалывается на три части. Что он только не рисовал, какой он крутой чел. Это самый классный зал вообще. Мы искали вот эту картину галы с двумя котлетами. Здесь они two lamb chops, equilibrium upon her shoulders. То есть двумя ребрышками и огнёнку. Эквилибрирующим, балансирующим на её плече. А на самом деле это просто микроскопическая, малюсенькая картина. А, дуреть! И вот она такая вот знаменитая. Здесь интересный очень зал. Вот Эль Грека. Вот Эль Грека. Я когда читал, что в этом зале, в музее экспозиции коллекции самого Дали, и вот из таких классиков, которые жили в 16 веке, вот портрет Эль Грека и вот его картина здесь, это то, что Дали собирал Герри Доу, 1613-75. Вот такую вот классику. Опять галорина. И вот в этом зале, который у нас в третьем этаже, в последнем, вот такие вот его портреты, всякие наброски. Удивительные картины Маршалла, Мария Фортуни. Вот картина Дали и галорины. Как он ее рисует. Обалдеть. Наполеон. Жан-Луи Эрнест Мессеньер Наполеон. Ну, Эль Грека круто. Почему он его выбрал себе в коллекцию, непонятно. Ходил. Абонир. Субтитры создавал DimaTorzok